Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Я вообще за здоровый образ жизни и стараюсь максимально увлечь себя спортом. Стереть угрозу. Анапская молодежь, вооружившись тряпками и баллончиками, вышла на борьбу с пропагандой наркотиков. Это что такое? Это самоуправство. Нельзя так. Разборки по-субсекски. В центре села неизвестные перевернули на крыше две машины местных предпринимателей. Конкурсы довольно-таки интересные. Мы двигаемся. Это командная работа. Морской бой. На пляже Анапа развернулись нешуточные баталии на смелость, ловкость и смекалку. В состав антинаркотической комиссии муниципалитета вошли добровольцы. За день они выявляют десятки объявлений о продаже так называемых солей или спайсов, опасных наркотиков, употребление которых наносит необратимый ущерб психике. Сегодня команда отправилась в очередной рейд. Перед этим отметили самых активных участников программы. Заместитель главы города-курорта Сергей Козлов вручает благодарности добровольцам, которые с мая этого года выявляют и уничтожают рекламу наркотиков. Подобные надписи сегодня можно встретить практически повсеместно. Чаще всего их наносят через трафарет или штемпелем. Также менее чем за минуту ее можно сделать нечитаемой. Только за один день здесь, в 12 микрорайоне, таким образом ликвидировали около полусотни объявлений. Мне хотелось сегодня выразить огромную благодарность именно от главы муниципального образования Юрия Федоровича Полякова, как председателя антинаркотической комиссии, от членов антинаркотической комиссии и от себя лично. Мы на современном этапе за последние два года добились определенных успехов и снижения наркозависимых. Так, Марина Алексеевна? И по распространению наркотиков не замечена наша молодежь, несовершеннолетние. Это хорошо, это счастье. Но, к сожалению, кто хочет заработать, пытается распространить их. Наша задача этого не допустить. Добровольцы вошли в состав муниципальной антинаркотической комиссии в мае текущего года. В основном это студенты. Александра учится в Анапском фериале Сочинского госуниверситета, в студенческом совете руководит спортивным сектором. Я не скажу, что это отнимает много времени. Каждый человек может выделить час, я не знаю, даже пусть в неделю. И это не составит труда им на помочь, на благо общества. Судя по надписям на этой стене, здесь кипит жизнь с неизбежными страстями. Именно подростки и молодежь, целевая аудитория распространителей так называемых спайсов или солей, объявления на подъездах или местах сбора – один из основных каналов продаж. Шаин считает, что результат зависит в том числе от сплоченности общества. Молодой человек живет в хуторе «Рассвет», по его словам. Там старшие присматривают за младшими, что делают, с кем общаются. Я вообще за здоровый образ жизни, как бы стараюсь максимально увлечь себя спортом, когда время есть. А подобные агитации и вещества вроде наркотиков – это как-то идет в противовес моих приоритетов. И как бы лучше этим займусь я, нежели кто-то от этого пострадает. О чем умалчивают продавцы зелья, так это о последствиях. Речь о сильнейших психотропных препаратах. Даже попытка попробовать может закончиться койкой в психиатрической больнице. Мир для этого человека изменится не на пару часов, а уже навсегда. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Жители и гости Анапы уже успели заметить, что количество полицейских на улицах курорта увеличилось. Сотрудники патрульно-постовой службы стали чаще проверять документы. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности местного населения и отдыхающих. В летний период число прибывающих в Анапу людей увеличивается в разы. А значит, должен усиливаться и контроль за безопасностью. Парк «30-летие Победы» – одно из самых многолюдных мест в Анапе. В летний период через него ежедневно проходят порядка 10 тысяч человек. Задача обеспечить туристам не только качественный досуг и комфортный отдых, но самое главное – безопасность. По периметру парка установлены видеокамеры. Круглые сутки территория патрулируется стражами порядка. Вот уже много лет в этом месте не зафиксировано ни одного серьезного правонарушения. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству дирекции парка и полиции. Полиция реагирует быстро. У нас налажено взаимодействие с полицией. Мы постоянно взаимодействуем. Реакция происходит быстрая. Если здесь какие-то нехорошие люди, все равно они попадаются среди общей массы, хоть и незначительно, но бывает, происходят какие-то правонарушения, то быстро с помощью полиции, с нашей поддержкой, какой возможно, мы эти, значит, закрываем вопросы. Так что даже жители и не знают об этом. То есть это даже и не уходит из нашей служебной информации. Под пристальным контролем также все кафе и рестораны. Патрульные посты установлены вблизи увеселительных заведений. Так что в случае происшествия наряд прибывает в считанные минуты. Приезжают оперативно. Здесь пост укрепительный находится недалеко от нас. Четыре сотрудника полиции там дежурят. В случае, если какая-то массовая ситуация, то, в принципе, в течение нескольких минут подъезжают наряды. Жители и гости курорта от усиленного внимания патрульных служб особых неудобств не испытывают. Опасаться должны те, кто нарушает порядок. С такими личностями разговор короткий. Как правило, рассмотрение правонарушения заканчивается в отделе УВД. Поэтому в любое время суток люди чувствуют себя в полной безопасности. Несколько раз видели патруль казачий вместе с полицией. Никаких, не знаю, пьяных, хулиганов не замечали. Хотя тоже вот бывает, прогуливаемся уже поздно вечером. Ну, до 12, не позже. То есть все спокойно. Очень нравится курорт. Анапа – один из самых безопасных городов России. Детский курорт просто обязан носить такой статус. Поэтому городская администрация и анапский отдел МВД прилагают все усилия, чтобы отдых в Анапе был комфортным и безопасным. Никита Бойко, Руслан Душевский. Анапа. Регион. Два перевернутых автомобиля обнаружили сегодня утром жители Супсеха на стоянке возле крупного супермаркета. При этом следы дорожно-транспортного происшествия отсутствовали. То есть автомобиля кто-то умышленно перевернул. Что это – хулиганство или происки конкурентов, будут выяснять сотрудники полиции. Обе машины колесами вверх. Разбитые стекла, рассыпанные по дороге овощи и фрукты. По словам хозяев авто, деньги и вещи хулигана не тронули. Такого рода вандализм больше похож на месть или угрозу. В Супсехе это первый подобный случай. Ночью в час ночи позвонила нам соседка, сказала, что какой-то шум услышала. Выбежала вместе со своими соседями. Они выбежали, человек пять-шесть свидетелей. Они видели, как переворачивают, что одну машину уже перевернули, переворачивают вторую машину. Но они не успели разглядеть лица. Их было человек пять-шесть, причем молодые. И они убежали. Развернули вторую машину, ломом поломали, как они говорят, размахивали лобовое стекло, четверки поломали. Что-то они там порылись. И когда увидели, что люди идут, свое дело до конца быстренько сделали и убежали. Известно, что владельцы автомобилей – частные предприниматели. И, по словам местных жителей, свою продукцию они реализовывали несанкционированно прямо с этих самых машин. Возможно, такая торговля была не всем по нраву. И кто-то решил просто заняться самоуправством. Ну, вышли мы, два-три часа поторговали, ушли. Весь мир торгует. Да, я понимаю, что это несанкционированная торговля. Я понимаю, что где-то закон нарушаю. Но жизнь такая сейчас тяжелая, что надо друг друга понимать. У меня ИП, например, плачу налоги. Есть же специальные надлежащие органы, которые приходят, штрафуют. Они имеют право. Но вот такой беспредел, где курортная зона, где столько отдыхающих, это разве красиво? Перед центральным входом магнита. Это что такое? Это самоуправство. Нельзя так. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев, собрали улики. Следствию могут помочь материалы с камер уличного видеонаблюдения. Злоумышленникам придется ответить за содеянное, а предпринимателям оформить торговлю в соответствии с буквой закона. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. Анапчанин стал кандидатом в сборную Краснодарского края для участия в финале сельских игр. Он занял первое место в силовом троеборе в весовой категории свыше 80 килограммов. Также в активе бронза в одном из видов, стремительно набирающем популярность. Краевой этап всероссийских соревнований завершился накануне в Крымске. Им предшествовал отбор на уровне муниципалитетов. Одними из самых зрелищных стали соревнования по масс-рестлингу, якутскому национальному виду спорта. В этом году он дебютировал в программе сельских игр. Задача – перетянуть палку или соперника вместе с палкой на свою половину. Простой и динамичный масс-рестлинг стремительно набирает популярность во всей стране. Анапская команда заняла 8 из 44 мест. Два участника вошли в пятерку. Лучший результат – бронза в категории до 85 килограммов у Анны Шашлыковой из Джигинского сельского округа. Денис Домников из Виноградного сельского округа за 7,66 секунды переместил 300-килограммовую телегу на дистанцию 20 метров. Он стал первым претендентом в состав сборной команды Краснодарского края для участия в финальных соревнованиях среди селян России, которые пройдут в августе в Курске. Сегодня на одном из пляжей Анапы состоялся настоящий морской бой. Специалисты молодежного центра 21 века Управления по делам молодежи провели традиционные пляжные соревнования для детей и подростков. Солнце, воздух и вода. Сегодня на прибрежной территории санатория «Пляжный поселок» состоялись необычные соревнования, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие проводится уже 6 лет подряд. Его участники – это ребята с досуговых площадок сельских округов. Всегда популярны, всегда много желающих, потому что летом кто-то живет чуть далековато от моря, какие-то сельские округа дальше, какие-то ближе. И вот такие вот события – это всегда плюс. Лишний раз вырваться на пляж, с друзьями можно покупаться, поиграть, повеселиться. Всегда здорово проходит. Испытания самые разные. На ловкость, силу, интеллект и координацию. Мальчишки предпочитают силовые задания, девочки успешно справляются с логическими задачами. Здесь важен командный дух. Всю полосу препятствий она состояла из 8 этапов. Нужно пройти на время. Такие мероприятия важны для ребят, потому что мы в первую очередь встречаемся с такими же клубами, как мы. Ребята имеют возможность пообщаться между собой. Также это, конечно же, выезд на море. Мы находимся очень далеко от Анапы. Мы живем в станице Гостогаевска, поэтому это прекрасная возможность поучаствовать в соревнованиях, ну и покупаться на море. Самое главное, что мне понравилось, что это на пляже, мы на свежем воздухе. Это просто восхитительно, потому что большинство проходит в каких-то замкнутых пространствах. И душно, жарко. Здесь мы можем, пока ждем другие команды, мы можем зайти в море искупаться. Мы можем пособирать какие-то песочные замки, закопаться в песок. Да, даже просто постоять, позагорать. И сами конкурсы довольно-таки интересные. Мы двигаемся. Это командная работа. Также мы можем напрячь свои мозги, вот как с ребусами, например, было. Это было довольно-таки интересно, хотя обычно я этим не занимаюсь. По итогам игры определились победители конкурса. На третьем месте команда досугового клуба «Бригантина». На втором – рассвет. Ну а победителями стали ребята с площадки «Клубок». Руслан Душевский, Анапа-регион. Самые техничные любители воркаута и лучшие игроки в уличный баскетбол получили билеты на аттракционы. Призы предоставили анапские предприниматели. На спортивной площадке в сквере Гудовича прошел фестиваль «Неформат». За отведенное время нужно выполнить программу из различных элементов. Каких именно, каждый решает сам, в зависимости от уровня подготовки. Руслан Никитин – один из тех, кто представит Анапу на краевом турнире, который пройдет в Краснодаре в эту субботу. Спортсмену 20 лет. Шесть из них он, можно сказать, на турнике. Начал соревноваться с друзьями, кто больше подтянется. С тех пор расширяет арсенал упражнений. Чтобы добраться до ближайшей такой площадки, сегодня Руслану достаточно 10 минут. Форму поддерживаю. Езжу на соревнования. Ну и также пригодится в жизни. Где-нибудь в работе. Какой-нибудь. Я вот сейчас с тренером по воркауту работаю. Автослесарь. Машиноделаю, ремонтирую. Поднимаю всякие царости там. Это фестиваль «Неформат». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркоторговлей. В программе воркаут и уличный баскетбол. Сегодня это одни из наиболее популярных видов спорта у молодежи. Цель – привлечь молодежь к спорту, к занятиям с спортивными видами, неформальными видами, молодежными. Ну и занять в лето. Из года в год ребят все больше. Больше ребят, которым интересен спорт. Вот такой неформальный спорт. Дворовой. Собраться. Прийти вечером. Прийти просто на турники. Просто погибать мяч в кольцо, как на сегодняшний день это. Да, ребят, конечно, больше. Сольный проход в исполнении Ивана Чауса. Один из его любимых игроков – Алексей Швет, атакующий защитник баскетбольного клуба «Химки». На площадке он разыгрывающий защитник. Его задача – контролировать мяч и отдавать точные передачи под кольцо. Больше нравится, чем футбол, потому что в футболе один раз могут забить, или два, или пять. А в баскетболе по сто забивают. Но реалитативностью – это быстро, быстро, без спорт. Это билеты на аттракционы. Около 50 из них раздали самым лучшим спортсменам по итогам соревнований. К предпринимателям обратились представители молодежного центра «Ратмир». Согласились, потому что нам в этом городе не безразлична жизнь наших детей. Мы против наркотиков, мы только за спорт. Мы хотим, чтобы наши дети развивались в этом направлении. Всегда будем помогать и всегда будем присутствовать. Эта площадка в сквере имени Гудовича – часть большого комплекса, куда входит скейт-парк. Уже в первой половине июля здесь пройдут соревнования по настольному теннису. А в августе – одно из главных событий лета – фестиваль продвижения для любителей роликов, скутеров и велосипедов BMX. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Продолжение следует... Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. Витязь. Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.